Здравствуйте, я пастор Дерек Уокер. Сегодня моя проповедь называется «Киликийские пираты». Мы поговорим о духовной войне, а именно о битве за наш разум. Легендарный апостол Павел говорит об этом в 10 главе 2-го послания к Коринфянам, очень обстоятельно. Для примера апостол Павел взял недавнюю войну, которая была в области Киликия, где он вырос. Это иллюстрация его вопроса. Мы покажем этот фрагмент с нового ракурса. Мы начнем читать с 3-го стиха. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружия воинствования нашего неплотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится». Во-первых, мы с вами поговорим об этой необычной войне. Это духовная война, и полем битвы является разум христиан. Потому что апостол Павел говорит о помыслах и о взятии неправильных рассуждений в плен Христу. Нередко отрывок понимают неверно. Сейчас я объясню вам причину противоборства, которое затронуло и Киликию. Итак, я считаю то, что оно вполне прекрасно подходит к этим стихам. Если бы вы жили в Киликии, там, где жил апостол, вы бы, конечно же, знали об этом событии. Римская империя была доминирующей державой в Средиземном море. Но римская империя столкнула с большой проблемой. Примерно 200 лет у нее были проблемы с пиратами. Рим побеждал сухопутные войска, но неприятелям на море они не могли дать достойный отпор. Это была армия пиратов. Можно сказать, что это были террористы. Античные пираты воевали необычным образом. Вы понимаете, все дело заключается в том, что Рим напрямую зависел от Средиземноморских стран, включая африканские, откуда в центр шли поставки продовольствия. В Рим пищу привозили множество так называемых судов снабжения. Они проплывали мимо Киликии. В скалах у пиратов были форты. В Библии говорится о твердынях, о военных крепостях. Пираты построили 120 таких военных крепостей. Это твердыни. Это были операционные базы. Они выходили из крепостей и садились в быстроходные Судан. Далее они нападали на корабли, отбирали продовольствие и возвращались в твердыни. Риму не удавалось победить этих пиратов. У них были непродолжительные стычки, но пираты возвращались к себе без особых потерь. Итак, пока у пиратов были базы, они возвращались туда. К 67 году до нашей эры образовалась армия пиратов численностью в 10 тысяч человек. Они перекрыли кислород Риму. Они поставили Рим на колени. Положение становилось все хуже. И обычная военная тактика в борьбе с этими античными пиратами не была эффективной. Положение стало таким, что Сенат дал чрезвычайные полномочия Гаю Помпею, назначив его полководцем, чтобы решить данную проблему. Сенат дал ему 3 года на решение проблемы и предоставил столько средств, сколько нужно. Гай Помпей выиграл благодаря двум вещам. Он разработал план, стратегию. Он разработал мощные осадные машины, которыми римляне разнесли стены пиратских баз. Итак, Гай Помпей не гонялся за самими пиратами. Он искал крепости. Он создал это действенное оружие. Это были специальные крюки, которыми разрушали стены. Гай Помпей построил корабли, установив на них осадные орудия. Они нападали, рассеиваясь в 11 направлениях сразу. Римские войска повергли крепости пиратов в море. Рим искал не пиратов, а их крепости. Все крепости, возведенные пиратами, как знак неповиновения римскому владычеству, были повержены в море. Важно отметить то, что уцелевшие пираты бежали из разрушенных крепостей. Как правило, пиратов брали в плен, и они жили по законам Римской империи. Непобедимые пираты не ожидали такой стратегии, такого оружия. Полководец Помпей победил их за три месяца. Проблему, которая не решалась более сотни лет и казалась неразрешимой, была решена с помощью этого оружия. Обычное оружие не помогало, но помогли мощные осадные машины. Проблема с пиратами была полностью решена, и теперь Рим не страдал от нехватки продовольствия. Единственным способом решить проблему были не сражения с судами, а разрушения крепостей. Что мы видим в данном отрывке? Все подробности в этом отрывке послания являются отголосками этой войны с пиратами. А вот таким методом апостол объясняет нам законы ведения духовной войны. Он говорит, «Именно так я веду духовную войну, духовную брань, ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». Таким образом, христиане не полагаются на собственные силы или на земные методы ведения войны. Мы надеемся на оружие Бога. Это слова Бога. Оружие воинствования. Здесь есть два понятия. Оружие и война. Это стратайя, от которого произошла стратегия, хорошо знакомое нам слово. Здесь речь не о сражении, а о стратегической войне. То есть он говорит, «У нас есть стратегия, похожая на стратегию Помпея. У нас есть стратегия и оружие для ее воплощения». Это оружие не плотские, но сильное Богом на разрушение твердынь. У нас сильное оружие, и это слово от Бога. Оно, как крылатые ракеты, уничтожающие всякую крепость дьявола и сатаны. Итак, Павел объясняет нам, что же это за крепость или твердыня такая. Это оружие, которыми мы не спровергаем замысла. Замысла, по-гречески, это «логисмос». Это слово обозначает не просто мысль. «Логисмос» — это наше с вами убеждение. Это система убеждений. От слова «логисмос» происходит слово «логика». Благодаря ей мы накапливаем жизненный опыт и получаем знания и наставления. Когда мы собираем все это воедино, размышляя, анализируя и интерпретируя действительность, у нас складываются свои убеждения. Мы приходим к этому заключению. Это факты о Боге, о нас и нашей жизни. Так формируются убеждения. Написано о том, что эти крепости и являются нашими основными воззрениями. Наш враг, сатана, действуют, совершая набеги из крепостей. И это оказывает на нас влияние. По этой причине мы не получаем благословения от Господа. Господь отправляет корабли к нам по реке Святого Духа. Но пираты, нечистые духи, спускаются из крепостей и крадут эти благословения. Итак, проблема кроется именно в этих дьявольских крепостях. В этой духовной брани у христиан есть стратегия для разрушения крепостей сатаны. Написано, у нас есть оружие, божественные мощи для несповержения крепостей. Он описывает твердынием, «Логисмос — это убеждение, а ум — это поле битвы, нам велено не спровергать замысла врага». Что же такое логисмос? Это ложные и глупые убеждения, противоречащие истине. Это превозношение, восстающие против познания Божьего. Это наше главное убеждение и обман сатаны. Это наши мысли о самих себе, основанные на чужих словах, на том, что сказал нам этот мир. Они, именно они, восстают против познания Господа Бога. Они — враги Божьего Слова. Что происходит, если мы принимаем эти мысли? Пираты выплывают и крадут благословение. То есть, эта крепость является операционной базой для негативных мыслей, которые воруют ваше благословение. Так шайтан пытается обокрасть вас, используя твердыни. Вы спасены, но у вас твердыни. Обратите на это внимание. Здесь сказано об оружии, способном рушить эти твердыни. Потом сказано о взятии в плен мыслей для покорения их Христу. Эти мысли-пираты — это наши обычные мысли, приходящие каждый день. Эти мысли приплывают из твердыни. Вот вам две проблемы. У вас мрачные мысли. Не зная истины, мы рассуждаем. Такие мысли навеяны моими проблемами. Мысли — это мои проблемы. Вы воюете с ними день-деньской. Если вы не найдете эту крепость и не разрушите ее, то будете биться с мрачными мыслями до конца своей жизни. Победить пиратов несложно. Павел говорит о необходимости иметь стратегию, как у Помпея. Вначале — обнаружите крепость и потом разнесите ее в пух и прах. И тогда вам удастся взять сатанинские мысли этих пиратов в плен, без особого труда. У некоторых проповедников нет правильного представления об этом. Они зовут нас брать всякую мысль в плен для послушания Христу. То есть, они призывают нас заниматься только тем, чтобы брать эти мысли в плен, и на этом, пожалуй, все. Они упускают саму суть. Я ни в коем случае не отговариваю вас от войны с плохими мыслями, но вы так и будете биться с ними до гробовой доски, если не обнаружите крепость. Откуда выплывают эти мысли? Если на вас то и дело льется жижа мрачных мыслей, то это не какое-то совпадение или просто случайность. У этих пиратов есть операционная база. Найдите эту крепость. Вы думаете о том, что рождает вас тревогу. И когда вы хотите принять благословение от Бога, то у вас не получается это сделать. Ваш ум поглощен темными мыслями. Это твердыня, отводящая вас от Бога. Так враг крадет у вас благо. Он внушает вам. Бог не любит тебя. Библия говорит. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Обнаружьте крепость. В детстве у меня была твердыня страха. Я боялся участвовать в разговоре. Я боялся выступать перед классом. Однажды Бог подарил мне стих из послания Павла Тимофея. Бог дал нам духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. Я верил в то, что по своей природе я был робким и боязливым, и что это никак нельзя переначать. Когда я открывал рот или хотел что-то сделать, мой ум наполняли мысли о страхе. Я терпел поражение. Мне помогла крылатая ракета. Бог запустил ее и взорвал эту крепость. Слава ему. Я сказал себе, у меня нет духа страха, а есть дух силы, любви и благоразумия. Библия. Это мощное оружие, сокрушившее мой страх. С того момента я без труда изгнал мрачные тревожные мысли, ведь крепость рухнула. Нам нужно знать, что такое твердынь, так как Божьи слова наделены силой. Они рушат крепости сатаны. Слово Божие живо и действенно, и острее меча. обнаружив твердыню, мы запускаем Божье слово в эту крепость дьявола. Вот так мы грохнем ее. Вот он, план победы. Узнай, где твердыня, и ты победишь мысли. Есть еще один вид твердынь. Дело в том, что, говоря о твердынях, апостол Павел употребляет слово логисмос. Он сказал о всяком превозношении, восстающем против познания Бога. Твердыня скрывается в мыслях, породивших ложное убеждение о Боге или о вас самих. Или же твердыня дьявола скрывается в ваших чувствах, превозносящих ваших идолов. Твердыня — это идол или божок, которому прилепилась душа христианина и который управляет нами. опять же, когда вы стремитесь найти Бога, вы терпите поражение, ведь вас отвлекают мысли об идоле. Вы не думаете о Боге, ведь вы думаете о другом. Это может быть ваша работа или то, в чем нет ничего плохого. Но эта вещь стала чересчур важной для вас. Вместо того, чтобы устремиться взор на Бога и опереться на Него, вы отдали идолу власть над собою. Он все время оттаскивает вас от Бога. Это еще один вид твердынь. Обнаружьте их и покайтесь в поклонении идолу. Отвернитесь от него и доверьтесь Богу. Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Павел говорил, духовные битвы происходят в уме. Подобно тому, как римляне собирали мощные осадные машины, с помощью которых рушили крепости пиратов, я использую Божьи слова, уготованные для неспровержения помыслов, фантазий, ложных рассуждений и убеждений, которые поднимают мятеж против познания Господа. Он сказал, у нас есть оружие, которым мы победим. Что делать, если вас тревожат мысли, как разглядеть своего идола? Смотри лишь на Бога, люби Бога и поклоняйся Ему всем своим сердцем. Когда вы начнете делать это, то вы увидите, делаете ли вы это свободно, или же кто-то удерживает вас от поклонения вашему Господу Богу. Это ваш идол, вы думаете о нем, и он удерживает вас от Бога и от благословений. Ложные убеждения твердят вам о том, что вы не справитесь с поставленной задачей. У меня были такие убеждения, когда я стал школьным учителем, мне достался класс с трудными учениками. Я посчитал себя неудачником в деле обучения и почти сдался. Бог дал мне послание к Ефесянам 2 главу 10 стих. Бесы шептали мне, Дерек, у тебя ничего не получится, ты неудачник, но мы, его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. «Вот ваш разрушитель твердынь». Я стал провозглашать. Я Божий шедевр. Я хороший учитель. Бог создал меня учить. Я создан на добрые, хорошие дела. Я взял Божие Слово и уничтожил эту крепость. Когда я пришел в другой класс, то я не боялся, а ожидал, что они примут меня. Ожидания оправдались. Эти твердыни становятся нашими убеждениями. Бог не любит меня, и Он не заботится обо мне. Я неудачник. Разум соглашается с тем, что Бог любит вас, но проблема в сердце остается нерешенной. Вы тревожитесь, пытаетесь держать все под контролем и кипятитесь. Вас есть твердыня. Вы не верите в любовь Бога. Итак, обнаружение твердыни — это первый шаг к духовной победе. Разрушив свою крепость, вы одолеете пиратов. У них не будет сил и операционной базы. Итак, мысли пираты делают набеги из крепостей. Эти крепости властвуют над христианским мышлением через своих пиратов. Ментальные проблемы появляются под влиянием плохих мыслей. Однако нет надобности сражаться с этими пиратами весь день. Атакуй крепость, и ты победишь. Вы одолеете пиратов без труда. Прежде всего, разрушьте крепости. Итак, в войнах 21 века сражение начинается не с нападения армии, пехота идет в атаку потом. Иначе у вас будут потери. Вначале авианалеты. Сперва организуется бомбардировка операционных баз, всех центров управления командных пунктов. Целью являются они. После этого наступает армия. Сначала разрушатся все крепости духовного неприятеля, а зачистку производится потом. В большинстве случаев эту тему учат неверно, говоря, «Тебе надо весь день брать плохие мысли в плен». Нет, Павел говорит не это. Он советует рушить крепости дьявола. Хороший пример о крепости это победа на вина в Иерихоне. А все дело в том, что Иерихон был крепостью при входе в обетованную землю. Чтобы войти в обещанную землю, в Божий совершенный мир, нередко требуется разрушить главную крепость, вызведенную сатаной с целью остановить нас. Если бы я не победил тот страх тогда, то я никогда не исполнил бы то, к чему Бог призвал меня. Он призвал учить слово. Страх сковал бы меня, и твердыня остановила бы меня. Я хотел победить. Бог сказал, стань учителем в школе. Мне пришлось столкнуться со страхом и одолеть твердыню. Лишь так я вошел в призвание. Перед вами стоит ваш Иерихон. Проблема, мешающая вам войти в обещанную землю. Нам с вами необходимо обнаружить наш Иерихон, чтобы увидеть нашу духовную твердыню. Нередко нам нужно попросить Святого Духа показать нам источник наших темных и мрачных мыслей. Скажите, покажи мне ложное убеждение, идущее вразрез с Библией. Какой идол в сердце удерживает меня от приближения к тебе? Прежде всего, найдите твердыню. Вы обнаружили ваш Иерихон. Вы знаете, что они сделали. Много веков назад иудеи обходили Иерихон, а священники трубили в трубы. Они говорили, царство Бога близко, оно идет к вам. Когда вы обнаружите дьявольскую крепость, обходите ее, провозглашая Божье Слово против нее. Говорите, дух страха, убирайся из моей жизни. Господь Бог любит меня. Господь со мною. Говорите так, написано, «Ружьте твердыню истинной Господа, делайте это постоянно». Я исповедовал, Бог не дал мне духа страха, но силы, любви и благоразумия. Я делал это все время. Когда евреи обходили Иерихон, их вера росла. Постепенно крепость Иерихон становилась в их восприятии незначительной. Сначала Иерихон казался большим, Бог не позволил им разговаривать во время обхода. Они проиграли бы. По мере обхождения города евреи, возглавляемые священниками с ковчегом и трубящими в трубы, укреплялись в вере в Бога. На закате седьмого дня обхождения их сердце преисполнилось веры, и они закричали. Стены рухнули, и послание к евреям сказано «Верою пали стены Иерихона». А вот теперь они укрепились верем. Продолжай исповедовать стихи против страха и ложных убеждений. Говори, «Бог любит меня, и Он любит меня вечной любовью». Бог — это любовь, и Он любит меня. Когда вы будете возвещать Божье Слово против вашей твердыни, то однажды вера станет настолько сильной вашим сердцем, что вы крикнете «Слово», «Вера», и ваша стена проблем рухнет. И вы направитесь к обещанной земле, к Божьей воле для вас. Но пока крепость не разрушена в разуме или эмоциях, вы не одержите победу. Это битва за ум. Опознай ложное убеждение. Возможно, вы верили в это с детства, и вам говорили «Ты никогда не победишь». Запомни стих и скажи «О, нет, я создан на добрые дела, я добьюсь успеха, все изменится». Увидь ложное убеждение, прицелься в него и выстрели Словом Божьим, произноси Слово, разнеси и повали стены этой сатанинской крепости, слава Богу. Божье Слово рушит эти твердыни. В книге Иеремии Бог сказал, «Я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно исполнилось скоро в ваших устах». Божье Слово — это оружие. Бог наблюдает за тем, чтобы оно разрушило ваше твердынье. Когда вы разрушите духовную твердыню, то те мрачные, темные мысли потеряют власть над вами. Возложите беспокоящие вас мысли на Господа и не давайте им места. Не давай им места. В книге Иеремии есть стих, где Бог обращается к пророку. Смотри, «Я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять, разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Бог имеет в виду наделение силой говорить Божье Слово. И это Слово будет выкорчевывать, ломать, губить и разрушать ложное убеждение наших идолов и башков. И тогда Бог сможет созидать и насаждать. Божье Слово разрушает твердыни. А затем Божье Слово построит вас хорошие крепости и правильные убеждения. Если у вас есть твердыни, то сегодня я молюсь о том, чтобы Бог показал вам эти твердыни. Аминь. Возможно, это обида. Поэтому вы думаете, о ком-то плохом, найди причину мыслей и атакуй ее Божьим Словом. Прикажи ей убраться, говори твердыни, прикажи ей уйти во имя Господа Иисуса, говори Слово и крепость разрушатся, а еще обязательно проведи зачистку от пиратов. Аминь. Редактор субтитров